Больше года одесский онкодиспансер испытывал огромные трудности. Там попросту не было необходимых лекарств. Дорогостоящие препараты люди закупали за свои деньги. Но по карману медикаменты были далеко не всем. Врачи вспоминают те дни с ужасом. Но наконец-то ситуация решилась. И на больничных стенах снова висят списки лекарств, которые сейчас доступны и без промедления выдаются пациентам. Медикаментов закупили на 13 миллионов, но на самом деле этой суммы недостаточно. Ведь лекарства дорогостоящие. Так что пополненных запасов хватит ненадолго. Вроде бы сумма большая, но вы слышите суммы препаратов, стоимость препаратов, о которых я говорил. Один флакон герцептина стоит около 40 тысяч гривен. А целый ряд препаратов, например, дотатексел, он стоит около полутора тысяч гривен один флакон. То есть вы представляете стоимость этих препаратов. Насколько их хватит, я думаю, что три, может быть, четыре месяца. В скором времени в рамках централизованной закупки запасы лекарств должны опять пополниться. Но какими препаратами и в каких объемах пока никто не знает. В этот раз на помощь пришли чиновники и меценаты. Правда, врачи опасаются повторения столь неприятной ситуации. Но решить ее готовы, как и всегда, любыми методами. Мы обращаемся постоянно к депутатам, мы обращаемся в областной совет. И, честно говоря, я вижу, что здесь, я думаю, что надо двигаться по всем направлениям. Потому что если мы просить не будем, нам не дадут. То есть просить мы все равно будем, требовать будем, убеждать будем. То есть это один из направлений. Второе, мы должны, конечно, действовать через централизованные заявки, правильно, своевременно, обоснованно давать заявки на те препараты, которые нам нужны. Но медикаменты – это, к сожалению, не единственная проблема. Лучевые аппараты требуют перезарядки. Ведь они теряют эффективность. Это стоит 9 миллионов гривен. А в целом для полного обеспечения диспансера необходимо порядка 220 миллионов. Олег Лукьянчук надеется, что с помощью области, общественных организаций и меценатов ситуация в ближайшее время изменится. И необходимая сумма денег будет найдена. Ведь от этого зависят жизни людей.